Всем привет и добро пожаловать! Это видеокурс по созданию комплексных сцен в программе Blender. Часть третья. Заявочный план. Видео третье. Готовые ассеты. Часть первая. Сегодня мы будем интегрировать в сцену готовые ассеты. А конкретнее один ассет, который можно скачать с сайта компании Quixel, ссылочку я оставлю в описании. Для того, чтобы скачивать и пользоваться, надо зарегистрироваться у них на сайте. После того, как вы скачаете архив с ассетом и разархивируете его, его можно импортировать в сцену при помощи функции импорт. Но для начала давайте создадим для него коллекцию. У нас есть коллекция CloseUp с нашим заявочным слоем. И в ней мы создадим новую коллекцию, которая будет называться CloseUp Stones. В этой коллекции я планирую использовать инстансы ассета, которые я импортирую. Поэтому в папке Support, которая у нас отключена из рендера, выключим в ней пока коллекцию Skull с черепом. И создадим еще одну коллекцию, которая будет называться Stones. То есть просто камни. Это будет основная коллекция, где будет лежать наш ассет, который мы будем настраивать. Его инстансы мы уже будем собирать в коллекцию CloseUp Stones таким образом. С выделенной коллекцией я нажимаю File, Import, FBX. Нам нужно импортировать сначала трехмерную модель в формате FBX. Я буду использовать ассет RockSandStoneRKHTQ. Здесь на выбор есть несколько ассетов разного качества, разной детализации. В детализации мы можем судить по размеру файла. То есть самый большой, самый детализированный объект занимает 1,3 мегабайта. Но мы, наверное, самый большой нам объект не нужен. Достаточно будет, я буду использовать LOD2. Вот этот объект. Наведемся на него. Я выделю его и нажму точку, чтобы навестись на него, посмотреть, как он выглядит. Таким образом выглядит этот ассет сразу после импорта. Он пока без материалов. На нем по умолчанию стоит дефолтный материал. Поэтому давайте на нем создадим новый материал, который будет называться Stones. Камни. Новый материал, как всегда, по умолчанию у нас состоит из одного шейдера Principle BSDF. Нажму N, чтобы скрыть N панель. В том же архиве с ассетом есть файлы текстур и различных карт. Картами называются различные текстуры, которые служат для параметров Roughness, Height и так далее. Нажму Shift-A, Texture, Image Texture и добавим нод с текстурой в виде картинки. Нажмем Open и из того же ассета я добавляю текстуру. Для начала добавим текстуру Albedo. Это просто цвет. Мы втыкаем его в Base Color в Principle BSDF и видим, что камни приобретают свой цвет. Далее я продублирую эту текстуру, Shift-D, открою карту Roughness и подключу ее к слот Roughness. Здесь это может быть не sRGB, а, например, Linear либо Non-Color, поскольку Roughness является не цветовым параметром, а математическим. Дальше, Shift-D, продублирую еще раз эту текстуру, открою ее, открою, например, карту Normal. По умолчанию, Ctrl-Shift-Клик со включенным аддоном NodeRangler, она выглядит вот так. Ну, знаменитые карты Normal, которые все видели. Ее мы подключаем не напрямую в Normal, потому что если мы ее подключим напрямую в Normal, то она работать не будет, как задумано. Для того, чтобы она работала, нужно между текстурой и принципом бездеев, входом Normal, поставить Shift-A, Vector Normal Map. Этот нод преобразует вот эту текстуру в векторы нормалей, и эту информацию уже передает в нод принципом бездеев. Для того, чтобы карта нормалей работала правильно, мы должны перевести Color Space из sRGB, то есть из цветовой информации, в Non-Color, в бесцветную информацию, то есть, чтобы он брал отсюда только векторы. Тогда карта нормалей будет отображаться правильно. И нам остается еще Shift-D продублировать эту текстуру еще раз, открыть файл Displacement.xr, например. Это сдвиг, и мы его можем еще дополнительно использовать для нода Shift-A, Vector, Bump, который ставится после карты Normal Map, и эта текстура с дисплейсментом втыкается ему в Height. Это, соответственно, еще дополнительная корректировка нормалей происходит. Ну, вот мы видим, как она страшно выглядит, потому что, опять же, дистанс очень большой здесь, один метр это очень много, он должен быть у нас гораздо-гораздо меньше. То есть, буквально чуть-чуть мы его добавляем на 0.0.1, чтобы придать еще дополнительно небольшой детализации. Если это еще понадобится, мы это еще будем проверять. Итак, у нас есть такой материал, но мы видим, что по цвету он нам, наверное, не очень сейчас подойдет. Давайте мы сделаем следующее. Для начала выберем в Outliner эту коллекцию, нажмем правой кнопкой мыши и нажмем Instance to Scene. У нас добавится инстанс этой коллекции на том месте, где у нас располагается 3D-курсор. Если мы сейчас отключим саму коллекцию и нажмем с выделенным Stones-инстансом Alt-G, то он у нас вернется в центр сцены. Давайте положим его в папку Close-Up Stones и перенесем ее, перехожу с помощью 0 в режим камеры, включаю Snapping, нажимаю G, и он у нас привязывается к ближайшим полигонам. И мы видим, насколько сильно эти камни не совпадают по цвету с остальной поверхностью, которая у нас здесь есть. Я включу также здесь Align Rotation to Target в меню Snapping, чтобы, когда мы его привязываем к каким-то полигонам, он автоматически менял угол наклона своего. Вот так это будет выглядеть. Пока что временно отключу здесь Displacement, потому что Displacement нас сейчас будет здесь только мешать. У нас очень большие здесь идут искажения, и он к каждому полигону пытается применить вот это вращение этого объекта. Поэтому Displace Grass я здесь модификатор на нашем объекте с землей отключу. Попробуем так, G. И вот видите, он просто будет повторять угол наклона полигона, ближе к которому он находится в этом случае. Оставлю его пока здесь. Очевидно, камешки немножко маловаты по сравнению с корнями, например. Мы можем сделать S, чтобы увеличить в размере его. G. Включим обратно модификатор Displace здесь. И смотрите, нам нужно что-то сделать, чтобы у нас это были не какие-то красные камни. Уберу Snapping, подниму по G и Z чуть-чуть повыше. Чтобы это были не просто какие-то красные камни, а чтобы они сливались с поверхностью той, которая у нас здесь есть. Смотрите, небольшой нюанс. У нас сейчас один краешек этого объекта находится над поверхностью земли. Так как мы используем Instance, регулировать его геометрию мы никак не можем. То есть я нажимаю Tab, в Edit Mode тут не предусмотрим, поскольку это всего лишь Instance. Мы можем изменять геометрию только в начальном объекте. Он у нас довольно плоский, поэтому я сделаю следующее. Я перейду, включу коллекцию Stones, выберу этот объект, наведусь на него. Нажму Tab. Alt-A, чтобы снять выделение. Нажму 2, чтобы переключиться в режим выбора Edge. Удерживая Alt, я щелкну по одному из Edge, описывающих его вокруг. Таким образом они выделятся все. Включу пропорциональное редактирование. И нажму GZ, чтобы немного опустить края этого объекта ниже. Переведем режим Proportional Edit, ну например, в Sharp. GZ. Например, вот так вот. Просто, чтобы он стал менее плоским. То есть было так, стало так. Tab, выхожу обратно. И еще один нюанс. Вот здесь в Object у нас сейчас выделен этот объект, поэтому мы можем редактировать его материал. Если мы сейчас выберем Instance, то материал редактировать мы уже не сможем, потому что у Instance своего материала нет. Он использует Instance этого объекта. И чтобы мы все же могли его редактировать, а нам сейчас придется это делать, мы включим вот эту кнопочку здесь, Pin. Мы ее включаем, и теперь в этом меню, в этом окошке всегда будет вот этот материал. Мы его сможем редактировать. Коллекцию Stones я закрываю. Выбираю наш объект Stones, наш Instance. Навожусь на него. Смотрим, что мы его теперь можем спокойно GZ поднять повыше. И он будет у нас выступать из-под земли, но его края при этом не будут над ней нависать. Теперь нам надо каким-то образом изменить его цвет. В материале я нажму Shift-A, Color, Hue, Saturation. И сейчас я смотрю только на цвет камней. То есть мне нужно что-то сделать с камнями. Они, во-первых, все рыжие. Нам их нужно немножко обесцветить, сделать, наверное, потемнее. И Hue, это оттенок цвета, перевести, чтобы он стал, наверное, ближе к тому, что у нас в сцене есть. То есть где-то приблизительно таким образом. И все равно у нас получается, что, ну ладно, камни, пускай они будут желтоватые там какие-то. Хотя, возможно, Saturation можно еще здесь прибрать. 0,6, например, вот так сделать. Но мне бы хотелось, чтобы камни-то были камнями. И Value. Но чтобы вот все, что вокруг камней, по замыслу авторов, это просто камни в песке, то есть вот все, что внизу песок. А мне бы хотелось, чтобы вместо песка у нас использовался вот этот материал с травой. Каким образом я могу это сделать? Давайте вот здесь пока открою еще один Shader Editor. Метер такой же, но чтобы мы могли выбирать уже материал текущего объекта. Выберу Landscape. И вот все, 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 что мы здесь для него делали. Вот эту вот траву. Удалю лишнее. И здесь принудительно укажу, что этот материал будет принадлежать вот этому объекту. То есть что мы берем координаты текстурные вот этого объекта. Хотя, впрочем, сделаем немножко по-другому. С Shift'ом правой кнопкой мыши я провожу, чтобы сделать Rerode. Немножко реорганизуем ноды. Выберу, во-первых, все текстуры. Нажму H, чтобы их спрятать. S, Y, чтобы их немножко покомпактнее вот так сложить. Все ненужные ноды я спрячу. H, 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 H. И прямо целиком вот этот материал, все ноды, которые здесь есть, так выделю. Нажму Ctrl G и сделаю из них группу. Я их сгруппирую внутрь. С помощью Tab я могу выходить из группы и входить в нее обратно. И назову ее Landscape. Для чего я это делаю? Ну, во-первых, для удобства визуального использования. То есть сейчас у нас все настройки вот этого материала Landscape, они находятся в группе Landscape внутри. С помощью Tab я могу в нее войти, что-то подредактировать. Во-вторых, эту группу Landscape я теперь могу использовать для других объектов. То есть выбираем, например, этот объект. Вот у нас есть здесь материал. Я могу нажать Shift-A, Group, Landscape. Также я могу нажать Shift-A, Shader, Mix Shader, чтобы смикшировать два шейдера. У нас здесь выход идет шейдер. Если мы помним, то на выход у этой группы идут данные с шейдера. То есть с нода, который взаимодействует уже с окружением, со светом, с отражениями и со всем остальным. Он просчитывает именно как объекты действуют уже с окружающей средой и светом в Blender. Вот эти данные у нас идут на выход этой группы. Соответственно, чтобы смешать один шейдер и второй фактически шейдер, нам нужен нод Mix Shader. Shift-A, Shader, Mix Shader. Вот этот. Не путайте его с нодом Color Mix RGB. Они похожи, у них тоже два входа и фактор. Но Mix RGB, он используется для смешивания цветов и текстур, а Mix Shader для смешивания нодов типа Shader, вот где зелененькие выходы у них. Вот эти вот точечки, сокеты. Мы вставляем Principled без DF сюда. Это тот материал, который оригинальный, который мы собрали здесь с камнями. И вставим Landscape сюда, в нижний слот. И подключим Mix Shader с помощью Ctrl-Shift-Click к Material Output. Теперь я могу у этого объекта изменять его материал на наш Landscape. Единственное, чтобы он работал правильно, нам нужно еще подключить на вход текстурные координаты. Вот здесь Shift-A, Input, Texture Coordinate. И мы выберем текстурные координаты. Если мы просто объект сюда подключим, то он будет использовать координаты того объекта, инстансом которого является вот то, что мы сейчас используем. Но мы будем использовать в качестве объект, вот здесь выделим, вот этот объект, Close Up Landscape. И тогда он у нас идеально сливается. Ну, геометрия остается такой, а материал используется тот, который у нас использован в этом объекте. Теперь вопрос, как нам так сделать, чтобы у нас этот материал земли с корнями использовался только для... Сейчас включу обратно. Только для того, что находится под камнями, ниже камней. Есть способ достаточно быстрый, есть способ достаточно точный. Способ быстрый — это взять и сделать маску по высоте. Сейчас покажу, как это делается. То есть мы делаем маску. Все, что выше определенной высоты в этом объекте, оно будет одного материала, все, что ниже другого материала. Но поскольку он у нас такой выпуклый, это может не прокатить. Давайте сначала покажу, как это делается. Чтобы это сделать, мы берем текстурные координаты, Shift-D продублирую, только здесь вместо объекта мы его убираем, и мы будем использовать тот объект, который у нас оригинальный, инстанс которого здесь в сцене. Вот эти камни в качестве объекта сейчас будут использоваться. Мы делаем Shift-A, Converter, Separate, XYZ, Объект подключаем сюда, Ctrl-Shift-Click, и мы будем использовать... А, он у нас, скорее всего, развернут. Да, получается, он у нас развернут по оси X, наверное, да? XY. Да, и вот как раз Y мы можем использовать. То есть, видите, все, что выше определенного уровня, становится белым. Все, что ниже определенного уровня, становится черным. В принципе, вот это мы и можем как раз использовать. Конвертер. Math. С помощью Math мы можем регулировать Add, это сложение, напомню. Add, операция сложения. Видите, написано A плюс B появляется надпись. A плюс B. То есть, мы к этому числу, к беленькому, прибавляем единичку или что-то там еще, и беленькое становится еще более беленьким. Черное постепенно прибавляется беленьким, потому что черное это 0, белое это 1. Но я думаю, что это уже все должны были запомнить. Соответственно, чтобы размыть эти границы, мы можем сделать Divide, то есть деление. Чтобы, наоборот, сделать их более четко очерченными, мы можем использовать Power. Это будет использоваться в качестве контраста у нас. Давайте посмотрим сначала, как это в таком варианте будет выглядеть. Возможно, оно и так будет нормально выглядеть. Подключим сюда в Factor. Смотрим. Единственный клэмп надо нажать, чтобы у нас эти значения, которые отсюда выходят, были от 0 до 1, потому что Factor от 0 до 1 работает. Смотрим. Ну и пока что это выглядит, во-первых, с точностью да наоборот. Нам нужно переткнуть это обратно вот таким образом. Ну, достаточно неплохо. Единственное, конечно, тут видно, что в каких-то местах эта детализация пропадает. Мы можем с помощью Add подрегулировать. Посмотрим из камеры, как это выглядит. Переключимся обратно в режим Timeline. Все-таки я хочу чуть с сатурации добавить цвета, чтобы у нас камни чуть-чуть выделялись. И, возможно, Shift-A, Texture, Noise Texture добавить сюда генерируемый шум, чтобы немножко по цвету разноцветить камни сами. За счет того, чтобы использовать вот эти Noise Texture для параметра Hue. Для этого мы сделаем Converter Map Range. Это нод, который регулирует диапазон значений. То есть сейчас из Noise Texture у нас выходит значение от 0 до 1 и на выходе To Min To Max они конвертируются в то же самое от 0 до 1. Это мы, смотрите, сейчас воткнем в Hue параметр. Hue оттенок у нас очень сильно поменяется, но давайте мы его немножко изменим, чтобы он у нас был от 0,5 до 0,55. Например, вот так. Так, Power здесь надо добавлять. Вернее, Divide, да? А, у нас не используется вот это же еще, Mix Shader, точно. Но уже ближе. Это один из способов делать маски. Но, как мы видим, здесь мы не можем их сделать прям очень точно. Ну, в принципе, неплохой результат, но можно было бы сделать его, конечно, поинтереснее, поточнее. Как там выглядит эта маска? Ну, да, вот так. Чтобы более четко отчеркченные границы были. Но можно сделать его поточнее, но это надо делать вручную. Смотрите. Есть такая штука, которая называется Vertex Colors. То есть мы каждой точке, каждому вертексу объекта, давайте выберем объект. Выбираю объект, навожусь на него. Мы каждой точке объекта можем задать свой цвет в специальном параметре, который находится вот здесь в ее данных. Он называется Vertex Colors. Мы нажмем плюсик, добавляется Vertex Colors и в режиме Vertex Paint мы можем рисовать этот цвет. Перейдем. Его видно в режиме обычного шейдинга, то есть по умолчанию он весь выкрашен белым, но мы можем перевести цвет здесь на черный и рисовать черным. И использовать это в качестве маски. Отменю пока что. Смотрите, идея в чем. Я хочу всю поверхность земли сделать черной, а все камушки сделать белыми и использовать это в качестве маски. Чтобы это сделать проще, для начала мы можем выбрать, что мы будем рисовать, по каким точкам вот здесь. С помощью C мы можем выделить нужные нам точки. Давайте с помощью A я выделю все точки и мы аккуратно снимем выделение с камней. C и таким вот образом мы снимем выделение с каждого камня. Какое-то время это займет. Конечно, этот способ дольше и требует некоторые аккуратности, но он позволит нам прямо точно выбрать, какие части у нас будут одного материала, какие другого. Или, возможно, стоит сделать это даже в Edit Mode. Включу режим рентгена. И пока в черновую сниму вот так выделение и потом поточнее сделаем это вручную. Пока в черновую просто снимаю выделение со всех частей, где у нас есть эти камни. использую я инструмент Circle Select, вызывающийся клавишей C. Возможно, если бы у нас эти камни были в одном месте сцены, я бы так сильно и не переживал за это, но поскольку мы их будем использовать везде, наверное, все же имеет смысл их вручную нарисовать эти маски. Также их можно было бы нарисовать и с помощью Texture Paint. Есть и такая опция. То есть, это отрисовка текстуры. Создается текстура, как мы делали для Landscape, когда его запекали. И по этой текстуре прямо здесь же можно рисовать. То есть, мы могли бы также нарисовать и таким образом эту маску. Но мне больше импонирует идея с Vertex Color, поскольку при смене геометрии мы можем это все редактировать процедурно. Напомню, я сейчас нахожусь в режиме рентгена, поэтому я могу с помощью Circle Select выделять не только те вертексы, которые непосредственно в зоне видимости находятся, но и насквозь. Это тоже камень же? Ну вот, похоже на все. Теперь аккуратненько нужно выделить все точки, которые не являются камнями. С помощью точки наведусь, потому что у меня уже уплыл курсор. Выделяю аккуратно сейчас вокруг все точки, которые являются землей. Оставляю небольшой запас в одну точку, потому что я сейчас хочу сделать после этого комбинацию клавиш Ctrl+, с помощью которой выделятся все смежные точки с уже выделенными. То есть, например, вот здесь выделятся вот эти еще точки, а средние останутся невыделенными. Так, и вот здесь тоже надо тогда снять. Как я и говорил, это занимает больше времени, но не настолько прям больше, чтобы мы не могли один раз при работе над сценой его не потратить. Хорошо, ну приблизительно так. Нажимаю Ctrl+, чтобы подвести поближе. Так, вот здесь я еще хочу выделить вот эти тогда точки. Сейчас посмотрим. Тинг-тинг-тинг-тинг. Вот здесь. Вот эту. Вот эту. Ctrl+, смена. Вот здесь еще. Вот здесь лишнее выделилось. и здесь. И здесь. Ну нормально. У нас будет небольшое пространство для маневра, потому что цвета присваиваются каждой конкретной точке. То есть, если это точка черная, соседняя точка белая, то между ними будет происходить градиент от черного к белому. И у нас там будет возможность его слегка подрегулировать. С выделенными всеми точками я с помощью Tab переключаюсь обратно в Vertex Paint. И здесь в настройках кисти Brush я убираю галочку с Front Faces Only, что означает, что я могу воздействовать кисточкой только опять же на те точки, которые я вижу. И когда у меня Front Faces Only отключено, я нажимаю F, чтобы увеличить кисточку до максимального размера. Колесиком мышки здесь вот можно меню двигать влево-вправо, если длины окна не хватает на то, чтобы все менюшки помещались. Fall Off я сделаю вот прям таким, чтобы все, что у меня попадает в кисть, становилось такого цвета, о котором я ему говорю, а именно черным. Strength выставлено на 1, то есть сила, с которой добавляется этот цвет. Нажимаю просто сюда один раз, ну и еще раз нажмем. Вот. И у нас таким образом выкрашиваются все точки, которые выделены в черный цвет. Выхожу в Object Mode, переведемся в режим рендера, и теперь эти данные Vertex Colors мы можем использовать в качестве нода в материале. Переведусь сюда. Для этого мы добавляем Shift-A, Input, Vertex Color. Его мы будем использовать вместо вот этой связки в качестве фактора для смешивания двух шейдеров. Давайте переместимся с помощью нуля в сцену, в режим камеры, подключим и посмотрим. Ну и так, конечно, все выглядит гораздо точнее. То есть у нас камни теперь регулируются отдельным цветом, можем дополнительно у них Hue еще сверху, сейчас вот это все. Сатурацию и Value мы выставим в единицу, а Hue мы сможем немножко уже в целом регулировать здесь. Может быть, чересчур большой здесь перепад даже идет. Ну, например, как-то так. На мой взгляд, камушки какие-то получаются не очень здесь блестящие, мне кажется, что они должны были бы быть несколько более блестящими, поскольку они, возможно, из пустыни приехали к нам благодаря компании Quixel, которая их предоставила. А мне бы хотелось сделать их несколько мокрее. То есть, если мы посмотрим на Routness, то мы увидим, что она практически вся однотонная. sRGB здесь, кстати, даже лучше работает. Поэтому Shift-A, Converter, Math, Power, добавлю я к ней. Это возведение в степень математическая операция, напомню. И если мы будем ее увеличивать, то мы будем увеличивать контраст. То есть, темные части текстуры, даже если они были слегка темные, они начнут становиться все темнее, темнее и темнее. Таким вот образом. Значит, в единицу я его выставляю пока. На единицу он ничего не меняет. В Routness я его подставляю. Ctrl-Shift-клик на Principle без Div. Ну, давайте сразу на Mix Shader. 0. Добавляю Routness. И они начинают поблескивать. Ну вот, так уже становится поинтереснее. 2.4, например, выставим. Ну да, определенно так это выглядит более естественно. Единственное, у нас сейчас трава немножко отличается, поскольку здесь на ней наложен Displacement, а здесь на ней Displacement не наложен. Мы можем накладывать модификатор Displacement на отдельные части меша. Нам повезло, у нас сейчас этот меш выделен, вернее, в режиме Tab у нас выделены все нужные точки. Давайте помимо Vertex Color мы добавим их в Vertex Group. Это группа вертексов. Мы создаем ее здесь. Она создается. Нажму Ctrl-Save на всякий случай. И назовем ее Displacement. Displacement. Пока что она пустая, несмотря на то, что точки выделены. Чтобы добавить в нее нужные точки, нам нужно нажать Assign. в таком случае мы сможем сделать следующее. Add Modifier Displacement Displace. Я не буду использовать ту же текстуру, которую мы использовали для предыдущего объекта, потому что там нужно делать вторую UV-развертку, это в общем все сложно. Я буду использовать просто новую текстуру, которую просто сгенерирую. Clouds она будет называться. Размер я уменьшу до минимального какого-то. И вот здесь в модификаторе Displacement я в качестве Vertex Group выберу Displacement. Таким образом, трава у нас окажется искажена, а камни останутся неискаженными. Только для того, чтобы они правильно искажались, нам придется, конечно, добавить какой-нибудь Subdivision Surface до модификатора Displacement, чтобы у нас было просто побольше геометрии. Ну, например, вот так. И Strength здесь тогда можно прибрать. В таком случае при виде из камеры давайте добавим два. при виде из камеры он будет уже полностью сливаться с нашим ландшафтом. Здорово, да? То есть сейчас эти камни не выглядят как нечто инородное. Отлично! Мы можем закрывать коллекцию Stones и можем расставить ее по сцене. Выбираем Instance. Теперь все предельно просто. Включаем Snapping. Отключим здесь пока что Displacement и просто расположим как-нибудь эти камни в сцене. С чего мы начинаем? С какого фрагмента? Вот здесь. Ну, давайте здесь еще сделаем один Instance. Нажимаю Shift-D. Перевожу их сюда. У меня был выделен не тот объект от меню. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Выберу объект Stones. Shift-D. Дублирую его. Переведем сюда. Grab. Ну, так, чтобы они с корнями там не пересекались, например. Как-то так. Rotation-Z. Scale. Shift-D. Shift-D. Количество геометрии от увеличения количества инстансов не происходит. Так, оно... Не, нормально. Мне показалось, что она слегка... Ну да, можно чуть-чуть подвинуть, потому что она слегка здесь выпирает G. Очень большие камни. Можно размер тоже в них поменять. Этот можно притопить, возможно. GZ. Вот так вот. Этот, возможно, можно чуть-чуть подвинуть GY поближе сюда. Здесь еще будет много всего у нас. Трава, ветки. Все это мы будем постепенно добавлять, поэтому слишком перебарщивать с этим тоже, наверное, не стоит. Включим обратно в Landscape Displace. Не очень удачно, конечно, что вот здесь повторяются вот эти ветки у нас, поэтому давайте мы, наверное, вот это вот чуть-чуть поднимем, чтобы оно у нас как раз его закрывало. Вот так вот. Отлично. На самом деле, мне кажется, что в этот раз у меня получилось даже лучше, чем в предыдущей, потому что я прорабатываю больше вещей, пока вам рассказываю, и получается интереснее. Единственное, что бы я еще хотел сделать? Я бы хотел добавить немножко мха к этим камням. Или, возможно, сделать несколько разных вариантов. То есть, что у нас будет коллекция Stones, и у нас будет коллекция, продублируем ее, Duplicate Collections, которая будет называться, ждем, Stones Moss, то есть камни с мохом. Мы будем использовать ту же самую Vertex-группу, которую мы использовали для модификатора Displacement, только для выращивания на ней мха. Давайте посмотрим. С помощью точки я наведусь сюда. И давайте попробуем вырастить здесь немножко мха. Перехожу в раздел Particle Properties, то есть настройки систем частиц. Нажимаю плюсик. У нас появляется куча здоровенных белых кругляшков. Нам они не нужны. Поэтому мы режим Emitter переключаем на режим Hair, то есть волосы. И видим вот такого вот ежика. Сейчас эти волосы очень длинные, и для того, чтобы они правильно отображались у нас в движке Ivi, нам надо перейти в Render Properties, в раздел Hair и Strand поменять на Strip. Тогда они у нас будут отображаться так, как они должны отображаться по замыслу. Перейдем в режим Particles. Hair Length уменьшим до минимальных каких-то значений, но давайте точка 1 для начала поставим. Посмотрим, как они будут выглядеть. Во-первых, их сейчас плохо видно. Давайте проработаем над формой. Я не хочу добавлять их очень-очень много, потому что это будет большая нагрузка на процессор, на оперативку, на видеокарточку, на все остальное. Поэтому мы их сделаем потолще сами по себе. Перейдем в Hair Shape и диаметр Scale здесь у них добавим. Например, до точка 1. Да, так будет лучше. Они должны быть еще намного короче. Здесь выставим 0, наверное, 1. 0, 0, 1. Hair Length, длина. В Vertex Groups, в Density. Density – это плотность. Плотность, с которой они растут. Давайте я покажу сначала на 0, 1. То есть сейчас они у нас растут равномерно по всему, по всей поверхности этого объекта. На камнях, не на камнях, не важно, везде. Density. Мы выберем Displacement. И тогда они у нас будут расти только на Vertex Group Displacement. То есть только на том месте, где у нас не камни, а трава у этого объекта. Hair Length мы возвращаем на 0, 1. И нам нужно здесь добавить новый материал, который мы будем использовать только для мха. Перехожу во вкладку Материал, нажимаю плюсик, добавляю новый материал с помощью кнопки New. Он будет называться у нас Moss Hair. То есть мох волосы. Перейду во вкладку Particles и в разделе Render в качестве материала выберу Moss Hair. Пока что это у нас просто белый материал. Здесь PIN я отключу кнопочку, чтобы теперь редактировать этот Moss Hair материал. Принципал BSDF я удалю. Давайте вместо него пока простейший шейдер добавим. Shader Diffuse BSDF и сделаем его ну каким-то там зеленым, которым у нас ориентировочно каким цветом будет мох. Ctrl-Shift-клик, чтобы подключить его. Пока что мы ничего не видим, потому что вообще в принципе очень плохо виден мох. Вот его зелененькие, ярко-зелененькие какие-то кислотные эти иголочки торчат. Добавим еще один шейдер, который будет называться Translucent. Вот так вот неожиданно. Translucent работает практически как Diffuse, но с обратной стороны полигонов. То есть если солнце у нас светит спереди, то он будет освещать их сзади. Это имитирует прохождение света сквозь объект. То есть сейчас мы смотрим на травинки сзади и видим, что они намного светлее. Если Diffuse включен, то они будут светлыми спереди. Мы их смешаем. Shift-D Shader Mix Shader смешаем их друг с другом. Подмешаем один к другому. Но смешаем мы их не просто так. Смотрите, я не хочу, чтобы Translucent был прям стопроцентный у нас. Или Diffuse был стопроцентный. Я сейчас добавлю Shift-A Shader Add Shader я смешаю Diffuse с Translucent через Add Shader. То есть я просто добавляю один шейдер к другому. Они сплюсовываются. То есть сейчас они работают выход из этого Add Shader. Это пока спрячем куда-нибудь M. Нажмем. Выход из этого Add Shader. Это полное сочетание сложения Diffuse и Translucent. И вот это сочетание я хочу подмешать с помощью уже Mix Shader M, чтобы вернуть его обратно, к Diffuse. То есть фактически что я делаю сейчас. Я беру Diffuse и к нему подмешиваю не чистый Translucent а Translucent со смешанным уже Diffuse. Это мне позволяет Diffuse у нас сохранить в любом случае в качестве основного шейдера. То есть если я на 0 Diffuse работает, выставляю. Если я на 1 выставляю, то тут тоже есть Diffuse сложный с Translucent и Diffuse тоже работает. Таким образом в качестве Mix Factor я подмешиваю только Translucent. Потому что если бы я просто сюда воткнул Diffuse а сюда Translucent то мне пришлось бы выбирать либо то либо это либо то либо это. А так у меня получается что Diffuse работает и в этом варианте и отдельно. И я подмешиваю только вот этот Translucent. Вот такая небольшая хитрость. Я его подмешаю например на 0 там сколько-нибудь. Цвет мы будем использовать у него один и тот же поэтому я сделаю Input Color RGB это называется здесь. Цвет нажимаю кнопку мыши и просто перетаскиваю удерживая его сюда и втыкаю этот Color который я буду использовать и для этого и для этого цвета. Сейчас мы его немножко подредактируем. Во-первых наверное мог должен быть чуть темнее во-вторых не таким цветным. Но пока его очень мало и очень сложно понять как он на самом деле будет выглядеть. Давайте мы перейдем еще в раздел частиц и к каждой каждой вот этой травинке которая у нас растет их сейчас в Emission можем посмотреть что растет тысяча штук к каждой травинке мы добавим вокруг них еще 100 травинок например или 10 для начала травинок нажмем Children вкладку откроем что означает дети и к каждой травинке Interpolated нажму я добавляется еще по 10 штучек таких вот как они сейчас выглядят сейчас они выглядят просто ну мох насколько мы знаем он не такой прямой не как ежик растет он начинает закругляться виться скажем так для того чтобы он у нас начал виться мы откроем Roughness и начнем добавлять параметр Random сейчас в сцене достаточно много полигонов поэтому видимо он немножко подтормаживает давайте пока снимем модификатор Subdivision отсюда и Displace тоже просто посмотрим как это будет работать без него возможно будет сейчас чуть-чуть побыстрее да стало чуть-чуть побыстрее Random я добавляю и Size Size это размер рандомизации он сейчас огромный то есть он работает вот огромными огромными волнами мы его должны сделать поменьше на 0 там 0.1 например для начала вот уже какие-то изменения происходят и мы видим что травинки начинают немножко видоизменяться увеличивая Randomness мы эти изменения увеличим они сейчас выглядят вблизи конечно ужасно стрёмно то есть это просто какие-то изогнутые штучки непонятные можно их еще поменьше сделать это 0.5 например это потому что им не хватает геометрии в принципе они у нас будут смотреться в основном только издалека и возможно в таком варианте это даже будет и нормальным то как они выглядят попробуем увеличить количество детей до сотни по цвету это скорее сейчас напоминает молодую зеленую травку а нам нужен именно мох чтобы он заполнял собой больше пространства в Hair Shape возможно нам стоит увеличить диаметр Scale еще посильнее вот таким вот образом мы можем уменьшить Length длину детей причем мы можем выбрать Threshold то есть как бы часть детей окружающих основные частицы сделать меньшего размера а часть большего Threshold как раз позволяет выбирать сколько из них будет какого то есть один не один ребенок скажем так не подвержен воздействию этого Length параметра то есть я его меняю ничего не меняется начинаю его убавлять и по одному по одному часть их начинает становиться меньше меньше так можно рандомизировать в режиме Interpolated к сожалению почему-то я не знаю почему в режиме Interpolated нельзя регулировать рандомизацию то есть здесь нет вот Random Length например в Simple оно есть но Simple оно у нас растит частицы вокруг каждой не привязывая их к поверхности поэтому оно нам здесь не подходит оно может подходить для каких-то других вещей сами можете подумать для каких но для каких-то растений оно не подходит поэтому мы здесь будем использовать Interpolated и иметь дело с тем с чем имеем во-первых мне не нравится оттенок наверное его стоит сделать вообще с помощью Shift-A Texture Noise Texture единственное в качестве Ctrl-T в качестве систем координат выбрать Object здесь и в качестве объекта выбрать Object Asset потому что иначе я боюсь он для каждой частицы будет ее воспринимать как объект и рисовать там свою систему координат Object а так мы сможем теоретически использовать систему координат вот этого объекта на котором они растут одного большого Scale мы здесь уменьшим ну до 0.1 например можно даже еще меньше до 0.5 чтобы большие пятна были детализацию можно увеличить Roughness сильно не будем трогать Shift-A Converter Color Ramp с помощью Color Ramp мы сейчас это раскрасим то есть например черный цвет вместо черного у нас будет зеленый а вместо желтого сначала сделаем вместо белого сначала тоже сделаем зеленый и потом его сделаем например там каким-нибудь пожелтее вот так поближе сдвинем слайдеры чтобы почетче разграничить воткнем теперь вот это вместо RGB с помощью правой кнопки мыши удерживая Shift объединяю два линка в один через точку подключаю к этой точке наш выход смотрим что у нас получается получше можно было бы сделать его потемнее даже наверное мух и нам точно нужно сделать его потемнее потому что Shift-A Color давайте с помощью не знаю RGB Curves наверное его сделаем потемнее да потому что мы еще сейчас сверху с помощью Mix Shader продублируем его добавим еще шейдер который будет называться Glossy то есть отражение он у нас еще будет отражать и Glossy он у нас будет отражать не просто так не на всем протяжении да с помощью фактора мы будем это Glossy регулировать а только таким образом чтобы он отражал по касательной то есть используя эффект Фринеля который выглядит следующим образом Input Фринель то есть все что ближе к центру все на что мы смотрим под прямым углом будет темнее и соответственно здесь шейдер Glossy работать не будет все что будет дальше будет светлее соответственно там шейдер Glossy работать будет мы будем использовать это в качестве фактора для Mix Shader смотрим и вот что у нас получается ну пока что это больше похоже на траву для мхая у него слишком крупные эти завитки чтобы их уменьшить нам придется добавить ему делений откроем рендер и вьюпорт дисплей у него здесь есть параметры Strand Steps и у рендера соответственно Steps без плайн мы его здесь еще включим Strand Steps во вьюпорте определяет сколько делений у каждой частицы сколько сегментов у него есть во вьюпорте рендер определяет сколько вот этих делений есть на рендере увеличивая количество мы увеличиваем соответственно детализацию давайте здесь тоже пока выставим на 7 на 5 ну на самом деле чем их больше тем сложнее компьютеру это все просчитывать будет потом в дальнейшем поэтому этим тоже лучше не увлекаться и до безумных значений не поднимать рендом давайте давайте приберем обратно так до 0,5 для начала ну если не принимать во внимание очень сильно насыщенный цвет то это уже что-то более-менее издалека можно да хотя нет давайте немножко десатурируем это все сатюришн я со всех цветов приберу существенно вблизи это смотрится отвратительно но издалека вроде как более-менее ничего нормально а так как мох это у нас же вроде как такое мелкими трубочками идет нам в принципе здесь можно сделать следующее здесь выставим диаметр scale на 0,1 а тип ну здесь вот эти параметры диаметр root и тип это в настройках частиц они обозначают диаметр корня и диаметр кончика вот диаметр кончика у нас на 0 мы его можем выставить на 1 чтобы он был таким же как диаметр корня и они у нас будут такие потолще помесистей ну вот вот это вот уже издалека будет больше напоминать мох наверное да включим теперь обратно все модификаторы на всякий случай сохранюсь в принципе это делать не обязательно все то что мы сейчас делаем с системой частиц с этим home его будет все равно видно достаточно плохо издалека особенно поэтому здесь смотрите на производительность вашего компьютера если вам компьютеру позволяет это сделать то это как бы имеет смысл если нет то возможно это просто лишняя трата ресурсов мне не нравится вот что мне не нравится что мох растет у нас слишком равномерно поэтому давайте мы вот здесь в emission уменьшим количество изначальных волосков до 100 например но увеличим количество детей у каждого волоса например до 1000 или даже еще приберем до 20 например количество до не знаю до 5000 лэнкс верну на единицу наверное включу long hair вот так вроде с ним поинтересней он начинает выглядеть хотя не очень понятно что здесь происходит давайте чуть-чуть приберем здесь 500 пока вот так посмотрим и сейчас если посмотреть как они у нас растут эти волосы то они у нас растут по направлению от полигонов так как полигоны у нас очень сильно во все стороны искажены из-за displacement возможно имеет смысл сделать вот что включим advanced приберем силу которая влияет на их рост которая исходит из нормалей вот она здесь 0.25 сделаем ее на 0.01 и добавим силу по оси z 1 нет в руне по оси z потому что у нас развернут он не в ту сторону по оси y да вот только не на 1 а на тоже 0.01 то есть чтобы вектор их роста был больше вверх нежели в стороны относительно вот этих полигонов которые здесь искривлены но в то же время с подмешиванием вот этого при помощи нормал смотрим закрываем добавим детей до например 2000 очень длинные да давайте приберем length 0.2 и threshold 0.1 чтобы какие-то были конечно длинными остальные были покороче так хорошо length выставим на 0.4 например давайте сделаем еще короче 0.5 здесь и оставим вот так давайте вообще сделаем 3 например где они у нас будут расти все равно не очень равномерно тогда сделаем по-другому хорошо тогда не 3 тогда сделаем вот что добавим здесь 10 как было чтобы они более-менее как-то росли здесь 5000 пускай и в render mount тоже чтобы у нас display mount то есть количество которое показывается во viewport и render mount совпадали то есть количество которое на render идет и давайте и давайте мы будем использовать такую штуку которая называется текстуры textures добавляю текстуру new нужно пока она добавится назовем ее двойной щелчок мышки grass а нет не grass это moss moss hair length например то есть длина мха перейду в раздел текстуры здесь у нас выбрана текстура обратите внимание модификатор displacement нам нужна другая текстура нам сначала нужно в верхней вкладке выбрать particle system moss hair length чтобы ее уже начать редактировать и вот здесь мы можем указать для чего мы будем использовать эту текстуру во-первых давайте ее увеличим немножко в размере например так и вместо general time галочку эту я снимаю мы включим hair length здесь увеличим до одного таким образом в тех местах где эта текстура будет черной длина этого мха будет поменьше в тех местах где белый она будет оригинального размера и давайте теперь добавим количество частиц еще children дополнительно здесь сделаем 10 тысяч например ну для мха по большому счету там нужно все 50 тысяч я просто не знаю как там компьютер будет оттянуть и на сколько нужно вообще это текстура можно во вкладке colors в разделе текстура подрегулировать контраст контраст добавим 2 например 3 ну вот как-то так 2 и 2 не знаю насколько в этом есть практически смысл размер сделаем 1 и 2 побольше еще например или наоборот поменьше 0 и 8 как-нибудь чтобы она была не так равномерно распределена хочу сделать ну пусть будет так ладно хотя это не очень конечно то что я хочу offset быть может там depth это детализация увеличу например до 5 нет с density мы экспериментировать не будем этот цвет сделаем желтее уберем brightness у текстуры еще 0.8 ну пусть будет так возиться с этим можно достаточно долго как вы видите но это еще с учетом того что для вас я конечно все эти фрагменты существенно ускорил в реальном времени это занимает достаточно много времени с помощью 0 перехожу сюда давайте вот например чтобы уж совсем зря у нас это время не пропало вот в этом объекте мы заменим в настройках объекта во вкладке instancing мы вместо stones коллекции выберем начну вбивать stones moss и у нас эта коллекция заменится на коллекцию сам home вот это и например какая-нибудь еще и например вот какая-нибудь где она у нас ну и давайте вот это тоже заменим stones moss на переднем плане не уверен насколько сильно это прибавило красоты и крутости в нашей сцене особенно с учетом того что все это еще закроется ветками и травой но тем не менее по крайней мере вы знаете теперь что так можно сделать а может знали и раньше ну неважно в общем сделали пока так и оставили у нас в сцене на данный момент 1 миллион 336 полигонов и в следующем видео мы продолжим добавлять готовые ассеты в нашу сцену спасибо выход сегодняшнего видео поддержал Юрий Бацюро оформив максимальный уровень спонсорства на канале Юрий спасибо большое и в следующем видео